У кого-то быстрые результаты по продукту, да, по применению продукта. И люди даже, которые пользуются давно инсулином, много лет сидят на инсулине, и даже отказываются от приема инсулина, что даже такие результаты стабильнее достаточно, когда сахар был 22-26, то сейчас уже сахар от 7 до 8 единиц, вот так сказать. То есть я вчера там слышала результат, здесь, кстати, в Екатеринбурге, что причем это стабильный результат. На инсулине, который были, да? Да, то есть человек много-много лет принимал инсулин. То есть был достаточно высокий сахар. И получается продукт принимается с апреля 2015 года, и уже за 4-5 месяцев вот такой получил результат. Но продукт там пользовался и флюосом, и эросом. Великолепный результат. Я могу определиться моим пониманием этого продукта, поскольку мы получаем эффекты тоже при нарушении гормональных в организме, поскольку при сахарном диабете поврежденные бета-клетки, атакованные иммунной системой, не могут вырабатывать инсулин, то препарат вызывает через воздействие на иммунную систему, гармонизацию ее, и выдавливание микроорганизмов, паразитов, вирусов, бактерий, вот все, что в организме накопилось, и то, что сенсибилизирует, вызывает вот такое, как бы такое успокоительное влияние на иммунную систему и на те органы, которые страдают под ее агрессивным влиянием. Здесь буквально восстанавливая иммунитет, можно получить нормализацию при аутоиммунных процессах, поскольку сахарный диабет – это аутоиммунный процесс. И второе. Сенсуалити ЭРОС, ягод, застелющийся, или перестан, добавленный в этот продукт, оказывает такое действие. То есть через гармонизацию всей гормональной системы происходит, ну, наверное, активация функции. То есть вообще гормональная система, все железы, они связаны друг с другом через центральное управление, и они друг с другом взаимодействуют. И если трибестан на фоне аллергенина активирует и центральное управление, и улучшает функцию любой периферической железы, надпочечники, щитовидная железа, поджелудочная и половые железы, то эффект будет общий. Тут даже трудно представить, каким образом это происходит. Но я вот понимаю вот эту системность, чувствуя, вижу эти же самые эффекты. Я предпочитаю использовать сенсуалити ЭРОС перед плюсом, даже думая о том, как у ребенка сработает. Маленькие дозы, я думаю, что не вредны, но у взрослого человека, поскольку расстройство гормональной системы почти у всех, у большинства людей, ну, по крайней мере, у большинства больных, у большинства нарушенных функций, вот, то именно гормональная система – это то, на чем держится здоровье. Поэтому, безусловно, сенсуалити ЭРОС. То есть начинать, даже можно начинать с ЭРОСа. Да. И детям рекомендовано. Когда мне спрашивают, ну, вот, мои клиенты, желая, например, применять у взрослых и у детей, какой лучший препарат, я заведомо говорю, возьмите ЭРОС в виде у взрослых гормональных расстройств, а ребенку маленькие дозы, нацелезистую, ничего особенного. У детишек тоже бывают на фоне черепного давления, какие-то гормональные дисфункции, внезапная полнота, или худоба, или щитовидка, или что. Здесь, я думаю, что не болит, это уже природный регулятор. Адмир Иванович, еще вот, если можно, яркие результаты, которые Вы уже, то есть Ваши пациенты уже получили от применения препарата? Яркие результаты, очень яркие результаты, которые меня просто повергли в такое восхищение, это назначила ребенку с замираниями, он наблюдался у эпилептолога, ребенок с замираниями, 4-летний мальчик. Я ему лечила позвоночник, кровоток мозговой и одновременно видела у него интоксикацию, просто это, ну, как бы, клинические такие признаки серость кожи, обложенный язык, вялость ребенка, так далее, суховатая кожа, может быть такие, отклонения, я назначила ему sensuality plus, не, плюс, потому что просто ребенку было. И через 2 недели мама, когда пришла ко мне повторно, она мне сказала, Людмила Ивановна, я вам боюсь сказать, у него полный, значит, попой пошли млесты, живые, просто было выдавливание, это просто был какой-то шок у нее, я сказала, слава Богу, слава Богу, они выходят живые, то есть они не отравляют организм, вот, и это было 3 дня вот таким, вот, ярким таким, потом они стали уменьшаться, и это все прекратилось, и у ребенка прекратилось замирание, а его могли все различить антиконгульсантами, то есть противосудорожными. Второй очень яркий эффект у семьи, который у нас наблюдается давно и очень нам доверяют, это мама взяла для ребенка тоже улучшение иммунитета и себе, и себе тоже, сенсуальный тип эрос. И ребеночку маленькие дозы на слизистую носа, несколько дней шел конъюнктивит, то есть отхождение кноя с глаз, потом почистили с глазки, и 2 недели шел насморк, шел, 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 потом прекратился, то есть ребенок вот таким образом окреп, это полуторалетняя девочка, а у самой мамы, она переболела в прошлом пневмонии, и у нее 2 недели был очень интенсивный глубокий кашель, она откашливала, откашливала гной, и пробки вот такие вот, которые закрывали бронхи, не давали свободного дыхания, вплоть до прожила кровью, вот такой вот пошла мощная чистка, причем это было на 3-й день. У этой мамы также был гнойный конъюнктивит, пару дней тоже все почистилось, и где-то на 5-й день она мне сказала, тоже удивительный эффект, у меня заболело горло, посмотрела фонариком, и на задней стенке глотки надлела на ней, я очень сильно испугалась, но на поражение совершенно безболезненно, и за полдня у меня перестала болеть колоно, я сказала, у вас очень великолепный эффект. Вы можете сказать, что больше сейчас эффекта, как-то вот просто, у нас же много препаратов разных идет, и такие, такие вот, а, исчезновение бородавок, есть, вот у меня лично, я вообще здоровый организм у меня, у меня были такие маленькие парадочки, 4 штучки, очень маленькие парадочки, и вдруг я обнаружила, что мы их даже не рассмотреть, где они были, это при всем при том, что у меня очень хороший иммунитет, и все хорошо, и бородавки эти были, ну, как бы проблемка, так я их царапала, знаете, вот вот эти эффекты вот самые-самые, вот мальчик еще, значит, юноша, занимающийся спортом, боли в спине, реактивный артрит, реактивный артрит, то есть, как бы, болит спина, трудно двигаться при обострении, он обратился ко мне именно, как выкварты броневрологу с болями в спине, я нашла у него, ну, низкий иммунитет, именно по отношению к стафилококку, вся кожа спины и немножко груди, немножко на шее было много гнойничков небольших, так вот, на фоне сорбентов, на фоне дренажных для желчных путей, он получал 2 дозы в день сенсуальти эрос, и у него просто пошли вот эти гнойники, они высыпали на всей спине, на всей груди очень сильно стали опорожняться, то есть, они, конечно, были с мамой очень расстроены, вот, я его проверила на своем оборудовании, увидела у него, я могу вам показать, что у него увидела, какая интоксикация была, и как бы, что стало, это что-то невероятное, то есть, они пришли, как бы, немножко даже, как бы, их это всколыхнуло, почему боли в спине даже немножко усилились на момент, почему у него гнойнички очень яркие стали, но у него стало более бледное такое лицо, не красное, не воспаленное, хорошее самочувствие на этом фоне, и мой прибор уникальный, показывает, сейчас я вам найду, вот, пожалуйста, 12-10, это первый прием, потом они начали пить его, Наверное, с числа 16-го, 17-го и 2-го, 11-го, вот буквально свежайший случай. Какая динамика произошла благодаря, вот он был в тяжеленной интоксикации. То есть, мой прибор показывает просто уровень интоксикации. И когда мы вот эти 3 недельки прошли, они пришли с обострением на коже, но вот с таким ресурсом. То есть, это и детоксикация, и энергетика, и сосудистая реакция, и, наверное, там каким-то образом, не знаю, адаптогенная реакция. Ну, он молод, просто вот у него поражение, поражение стафилококковое серьезное. Он пока не выздоровел, но у него тенденция здоровья, ресурс резко нарос. Сейчас вам покажу еще две картинки, как это выглядит, какие поврежденные коды управления. Вот черные и красные цвета – это глубокая интоксикация. Он не пьет, он наркотики не принимает, не курит, ничего, просто ребенок тренируется. Вот, ну, конечно, очень уставал, болела спина. Вот, и посмотрите, что произошло буквально через 3 недели. Это для меня просто невероятно. Я даже не ожидала такого вид. Единичные красные и оранжевые цвета остались. Остались вот 22% нарушенных кодов, но они уже на этом фоне. Синее, голубое выглядит уже каким-то единичным. Понимаете, на красно-черных тонах, красно-черные тона – это было первое состояние организма. Вот, дефицит энергии абсолютной был. Сейчас, видите, энергии у него больше. Еще, конечно, немного. Но вот я ожидаю через месяц, я его пригласила, и мы увидим, я думаю, что, наверное, исчезновение всего этого тоже. Это замечательный цвет. Еще одна женщина у нас, сейчас тоже найду ее, подождите, у меня ее пришла. Тут, правда, конечно, я немножко не продумала. Она, у нее все жалобы, пожалуйста, с женщином тракту, газомоторный риф очень тяжелый. Вот, и я ей дала тоже. Так, нет, подождите, это не она. Подождите, подождите, подождите. Сейчас я посмотрю, подождите, я вспомню, может быть, это не она. Вот так было? Нет, это не она. Сейчас я бы это узнаю, кто. А, да, вот это, пожалуй, да. То есть, женщина, вот это вот ее состояние, вот это показывает хронические очаги инфекции, красная, оранжевая тона, то есть вот эти цвета. Делененький, это, в принципе, неплохое состояние. То есть, нарушенных кодов 29, и таких измененных 71, нормальных у нее не было. Вот, и когда она пришла с обострением даже вазомоторного, но у нее вот так все выровнялось, видите, они все перешли, и даже появились голубоватого оттенка, вот 7%. То есть, у нее за 4 дня лечения изменилась, вот снялась антоксикация. Это тоже хороший эффект, только с ней я добавила ей дренажные препараты, чтобы, потому что, поскольку препарат быстро выгоняет, вирусы, бактерии и токсины из клетки крови и так далее, и так далее, конечно, у нее антоксикация почувствовала ухудшение, оттек у нее увеличился. То есть, мы просто не продумали дренажные препараты. То есть, надо очень поврежденных людей, у которых, особенно по желудочно-кишечному трафту, большие проблемы, правильно назначить сначала чистку желчегонные, чистку кишечнко-слабительные, может быть, даже активировать как-то печень, активировать ферменты, то есть, или, может быть, меньше дозы. Я не знаю, она всего 2 дозы получала, вот нарос отек, тоже было немножечко... Или можно еще порекомендовать печь щелочную воду, побольше, наверное, печь щелочной воды. Печь щелочной воды... А вот и есть такая возможность, если просто... Это возможно, но смотрите, добавить сорбенты в пищу, отруби, печеные яблоки, тыкву, кабачки, вот такое, все, что является сорбентами. Может быть, даже сонс-препарат или энтерсгель, или какой-то вот такой, и много отрубей. Потому что все-таки организм иногда в силу зашлакованности не выносит этот интенсивный, как бы выдавливающий такое действие препарата. И, конечно, вот... Но это у нас самое-самое-самое-таки сложное. В основном очень мягко протекает, то есть никаких проблем. Но вот два случая рассказала, где явный эффект есть, некоторая такая сложность маленькая. Я поэтому облегчите питание человеку, уберите ему, не советуйте ему принимать мясные продукты, попчености, очень тяжелые продукты, чтобы была легкая диета, много воды и сомненно. Вот тогда будет очень все мягко. Хорошо. И вот тогда сразу еще попутно такой вопрос. Это уже вопрос тех, опять-таки, клиентов, которые начинают, значит, пользоваться продуктом. и, значит, приходят в больницу, да. То есть есть какие-то определенные анализы. Кровь, общий анализ крови, мочи, еще-еще что-то. Начинают применять наш продукт, и анализы ухудшаются. Но при этом начинаешь спрашивать, как вы себя чувствуете? То есть в основном говорят, чувствую себя хорошо. Бодрость появилась, да, там, сон улучшился, еще что-то. Но вот именно анализы, да, по цифрам, по тем или иным аспектам, они меняются не в лучшую сторону. То есть я понимаю, что это происходит. То есть нам, как бы, вот Иван у нас, врач, доктор, она тоже объясняет, что раз пошел процесс очищения, да. Очищение, да, через все... Вот как вы это прокомментируете, чтобы это было как раз... Через дренажную систему будут выглядеть шлаки, бактерии, какие-то продукты обмена неправильные и так далее. Значит, внутренние шлаки, внешние шлаки. Это все. То есть в любом процессе очищения, который запускает медицина, ну вот неконвенциональная, так скажем, да, сказать, медицина регулирующая, медицина оздоравливающая, восстановительная, всегда есть период обострения. Это известно с гомеопатией и многих других. Там есть тибетская медицина, так что это совершенно замечательные эффекты, но мы всегда их ожидаем. Мы всегда гладком, пусть все чистится. Ну, я правильно понимаю, то есть если мы даем рекомендацию людям, что мы рекомендуем употреблять продукты первые 10-14 дней, да, то есть, ну, может быть, чуть интенсивно, да, то есть, когда начинаем только, там, каждые 2 или 3 часа, то в этот период, значит, людям рекомендовано все-таки придерживаться диеты, обязательно, включить с обеда, то есть больше отрубей, больше, значит, овощей и обязательно как можно больше обильное питье. Хороший, ладно, да. То есть вот именно на момент, чтобы вот этот процесс очищения, он как-то происходил так более... Можно ванну, кедровые бочки, можно какие-то души, вот, можно, значит, там, с маслами и так далее, с солью, чтобы через кожу, да, помочь, потому что кожа – это тоже так же орган выделения, и когда человек находится в горячей ванне, ну, там, с травами и специальные прописи разные, то первые минут 10 у него идет сильный отток из организма токсинов в эту ванну, а потом она прекращает, потому что потом, может быть, я просто сасываю, поскольку уже кожа разлилась, очень важно. Потом очень важно движение, движение. И, вы знаете, все-таки я не склонна давать большие дозы в первое время. Не надо. Я думаю, что лучше маленькими, не нужно фальсировать. Организм мудр, он найдет свой путь, потому что эти эффекты, что я получила, это на 2 дозах в день. 2 дозы в день. 2 дозы, да? Да, всего 2 дозы в день. Конечно, если речь касается онкологии, у меня такая пациентка есть, там, конечно, я больше дозы не оставила, сначала. 2 дозы в день вполне достаточно. Хорошо, а когда это, а когда все-таки есть уже вот такие более острые, да? То есть, какие-то диагнозы уже в такой более острый форме есть, когда совсем? Ну, конечно, острый, я понимаю, да, пневмония или какой-то артерит острый. Там можно сделать большие дозы часто. То самое, что рекомендуют разработчики. У нас в основном хронические, поэтому мы не хотим, чтобы это было как-то, знаете, внезапно и ошарашкового человека. Пусть он мягче. Я, кстати, вам предупреждаю, пожалуйста, знайте, что если что-то случится, произойдет, мне позвоните, мы все это говорим. То есть, надо вам предупреждать. Хорошо. Людмила Ивановна, и еще вот все-таки, да, вот по поводу продукта Сеншуал Эрос. Вот именно, как вы сказали, как гармонизатор эндокривной системы. Вот чуть-чуть как-то побольше раскройте, пожалуйста, вот этот момент. Потому что в основном, да, приходят, ну и как-то останавливаются. Если делать все-таки выбор, да, это все-таки Сеншуал Плюс. Я всегда думаю про центральное управление гормональной системой. Это головной мозг, часто с дефицитом кровообращения. Когда я думаю про гормональную систему, я всегда сначала думаю про головной мозг, где находится центр управления, гепталабус, гипофис, которые могут быть расстроены и давать нарушения и на периферии. Кроме того, употребление противозачаточных средств, там каких-то спортсмены там употребляют тоже там тестостерон и так далее. Конечно, это все сбивает кровную систему. И продукт, по-видимому, имеет много точек приложения. Первое, улучшение кровообращения головного мозга, улучшение кровоснабжения вот этих глубин и структур, где находится центральное управление. Значит, происходит правильное отделение управляющих гормонов в отношении к щитовидной железе, поджелудочной железе, половым железным почечником. И на периферии 3-болоса террестерис он также точно делает активацию и периферических желез, прежде всего половых желез. А поскольку они связаны друг с другом, я думаю, что именно таким путем происходит эффект. Вот я, хотя я не эндокринолог, но занимаюсь системной медициной, я просто вижу эти эффекты, думаю, что как-то так это все происходит вот так. Поэтому я, конечно, предпочитаю взрослых сенсуалитей. Хорошо. И вот тогда еще вопрос, если все-таки опять вернуться к сахарному диабету, сейчас просто вспоминаю, да, что почему тогда, ведь кто-то получает хороший, да, и достаточно такой быстрый результат по сахарному диабету, а кто-то его до сих пор не получает. То есть я не имею в виду, что даже те пациенты, которые у нас начали применять продукт с апрель, май, да, и вот сегодня уже октябрь месяц, и они звонят, вот мы, значит, с этой целью все-таки приобрели продукт, а сахар как, ну, там 12, 13, 15, так вот до сих пор же стоит на этой отметке. То есть нет никаких, как бы, динамики, никаких результатов. Вот это с чем может быть связано? Формы инсулин, зависимо от сахарного диабета, они связаны глубоко с психологическим состоянием человека. Может быть, эти люди вообще не готовы поздравливать. Понимаете? Какой бы великолепный продукт ни был, человек не верит в свое поздравление и ждет просто вы мне дайте, а я вот посмотрю, а здесь нужно, во-первых, верить, во-вторых, можно еще, конечно, поанализировать глубину повреждения всего организма. Если высокая зашлаковность, может быть, как и с другими органами поработать. Я вот тут не могу вам так сказать, но формы разные. Бывает на стрессовой реакции возник диабет, когда человек может быстро выздороветь, а бывает просто на глубоком повреждении иммунной системы, когда он может долго не выздоравливать. Но подчеркиваю, что психология здесь имеет огромное значение. Диабетики – это люди, которые чувствуют свою неспособность в чем-то. И проявляют сэндр неспособность зарабатывать клетку инсуны. Вот такая деятельность. Это психосоматика. Я вас благодарю за замечательный продукт. За то, что вы нам сегодня уделили время, правда, рассказали об этом. Потому что сейчас, да, вот если мы начали работать с этим продуктом с марта месяца, то есть, в первую очередь, мы его свежее начали испытывать. Вот как вы говорите сегодня про пациентку, которая отхаркивалась, вот это все выходило. Это все у нас было. И не было вот как бы результатов своих, да. То есть, сейчас у нас и Тюмень, вот мы приехали. Вчера был Екатеринбург. Люди рассказывают о таких результатах. Просто вот, ну это потрясающий результат. У нас пока маленький уют, мы будем приобретать дальше. Хорошо. У меня прям большая просьба. Вы вот фиксируйте вот это все, да, потому что очень важно, что люди, они приходят, они ищут. То есть, люди, которые действительно хотят здоровья, хотят выздоровления, они ищут пути. Пути, как это сделать, как это все-таки. И серии не навредить себе, да не навредить еще больше своему здоровью. Поэтому они ищут эти пути. Ищут и верят. И верят. А это значит? Получают, а кто не верит, тот не получит поверить. Но я вот сегодня, я прям очень вам благодарна. Хорошо, что я все-таки задала этот вопрос про сахарный диабет. Потому что есть у нас большое количество людей, да, которые пришли именно на этот продукт, именно вот с этой задачей, но ничего не происходит. Теперь я знаю, что ответить. Вы можете направить их к нам на консультирование. И мы можем просто найти этот момент, который сдерживает, не обязательно это психология, что-то может быть еще. И подправить этот момент. И подправить этот момент.